Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» о самых ярких событиях минувших 7 дней расскажут мои коллеги и я, Лилия Хайрулина. Новоселы могут спать спокойно, работы идут полным ходом. В администрации состоялось очередное совещание по проблемам 7-8 микрорайона. Доброта объединяет. В гимназии номер 41 вручили ключи от квартир трём выпускникам Томилинской школы-интерната «Наш дом». Без пяти сто лет старейшая люберецкая гимназия номер один отпраздновала свой очередной юбилей. Люберчане ждут чудо. В центральной библиотеке имени Сергея Есенина прошла встреча детей с главными новогодними персонажами. А ну-ка, парни! Соревнования под таким названием, которые когда-то были очень популярны, решили возродить в Люберецком районе. И теперь обо всём этом подробнее. В подмосковном городе Мытище прошла 15-я отчётно-выборная конференция Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Делегацию из Люберецкого района в составе 12 человек возглавил глава города и района Владимир Ружицкий. Подробности в нашем следующем сюжете. Сегодня членами Всероссийской политической партии «Единая Россия» являются более 70 тысяч человек, которые состоят в почти трёх тысячах первичных отделений. 15-я отчётно-выборная конференция Московского областного регионального отделения была посвящена подведению итогов деятельности партии за прошедшие полтора года. Уважаемые делегаты, за истекшие полтора года областная партийная организация накопила значительный опыт общественно-политической работы. Эффективно работает в основном сеть общественных приёмных совместно с органами власти и местного самоуправления. Мы реализуем партийные проекты и оказываем помощь гражданам, попавшим в трудную жизнь в ситуацию. На конференции было отмечено, что Люберецкий район занимает одно из лидирующих мест по улучшению качества жизни населения. Так, у нас с успехом реализуется программа модернизации системы здравоохранения и образования. А также полным ходом идёт переселение граждан из ветхого жилого фонда в новые комфортабельные квартиры. Хотелось бы отметить положительную работу в данном направлении следующих местных отделений. Ленинского, секретарь Кошман, Клинского, секретарь Постригань, Люберецкого, секретарь Ружицких районов, городов Балашиха, секретарь Максимов, железнодорожный, секретарь Жирков, Реутов, секретарь Ходоров, Коломна, секретарь Смирнов, Серпухов, секретарь ЦАПов. Я ставлю задачу, что по уровню жизни мы от москвичей ничем не должны отличаться. Я ставлю задачу, чтобы человек вышел из квартиры в подъезды, во двор, это должен быть уровень Москвы. Зашёл в больницу, это должно быть достойно. Пришёл в школу-садик, это тоже должно быть на уровне. Это непросто. И я хочу сказать, что в этом плане мы в пути. Помимо подведения итогов, однопартийцы избрали руководящие органы Московского областного регионального отделения «Единой России». Путём тайного голосования был выбран секретарь, новый состав политического совета, президиум и региональная контрольно-ревизионная комиссия. Сегодня в состав областной полицовет вошло три члена партии Люберецкой протеонаризации. Я думаю, что это самые многочисленные в областном полицовете. Полицовет, областной полицовет избран я, избран Беловодский Владимир Андреевич, он является руководителем исполкома партийной организации Люберецкого района. И Рендин Анатолий Карпович, он является руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Малаховки. Таким образом, сегодня Люберецкую партийную организацию в полицовете будет представлять три человека. Также во время депутатского съезда членов партии «Единая Россия» прошла пресс-конференция с исполняющим обязанности губернатора Московской области Андреем Воробьёвым. Один из самых острых вопросов задали наши коллеги из города Сергеев Посад. Выпускающий редактор ТВ Радонежья Ирина Беликова поинтересовалась, как будет приводиться в порядок качество власти в муниципальных образованиях. Когда мы говорим о муниципальных районах, власть тогда хороша, и любая система тогда хороша, когда есть другое альтернативное мнение. Понимаете? Когда проблемы не замалчиваются, а на разных площадках, в том числе с помощью средств массовой информации, освещаются. Но освещаются в таком созидательном, конструктивном ключе. И если этот диалог у главы администрации района или города есть, то честь ему и хвала. Тогда он чувствует. 15-я отчетно-выборная конференция Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» запомнилась участникам съезда не только подведением итогов и выбором президиума. Депутатами был назначен дальнейший путь развития. Приоритетными направлениями были выбраны дошкольное, среднее и среднеспециальное образование, поддержка молодых и многодетных семей, строительство и ремонт дорог, а также благоустройство и приведение в порядок парков и скверов, расположенных на территории Московской области. Ольга Чуканова, Александр Карев, Люберецкая районная телевидение. Благоустройство круглый год. На совещании в администрации обсудили работу предприятий и управляющих компаний, ответственных за уборку города в зимнее время. Холода и снегопада внесли свои коррективы в планы многих служб, а большинство справились со своими задачами, но слабые места тоже есть. Что и кому предстоит сделать в материале нашего корреспондента. То, что порядок в Люберцах должен быть всегда и при любой погоде, понятно не только представителям местной власти, но и тем людям, которые должны его поддерживать. Но, к сожалению, декабрь показал, что не все предприятия и управляющие компании смогли в назначенные сроки убрать и вывести снег, обработать дороги, внутридомовые территории и тротуары реагентами, что послужило поводом для многочисленных жалоб жителей. Со стороны администрации города Люберцы, органов административно-технического надзора Московской области, регулярно производится контроль за работой по зимнему содержанию придомовых территорий, находящихся на обслуживании управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. По всем обращениям граждан производятся выезды и проверки по надлежащему содержанию. Контролируют ситуацию и органы административно-технического надзора. Несмотря на выявленные недочеты по зимнему содержанию территорий, представители службы работы таких управляющих компаний, как Люберецкий жилищный трест и Люберецкая управляющая компания, признали удовлетворительной. Если сравнивать по сравнению с предыдущими годами, то в этом году есть, конечно, прогресс и чуть-чуть получше состояние содержания дорог, чем предыдущие года. Я уже говорил на совещании, которое было раньше, то что касается, особенно, работ первой ворочереди и в начале снегопада, работы были выполнены достаточно оперативно, но не везде. Многое по наведению порядка предстоит сделать и в сфере потребительского рынка, потому что не все торговые объекты убираются должным образом. Эту тему проговаривал с министром потребительского рынка. Будем отзывать лицензию на водочные изделия. Пожалуй, только в адрес управляющей компании ФФ, возглавляемой Дмитрием Федяем, критики практически не прозвучало. Домов на обслуживании всего восемь. Кругом асфальт и порядок. Первейшая задача – это уборка пешеходных трасс, и она у нас в отличнейшем состоянии. Не сочтите за ней скромность. Владимир Ружицкий попросил представителей управляющих компаний и особенно 7-8 микрорайона, где накопилось много коммунальных проблем, решать вопросы более оперативно, взаимодействуя с администрацией города. Не стесняться приходить на заседания, которые проходят по понедельникам. Также глава поставил задачу до новогодних каникул залить катки во дворах и создать условия для отдыха детей и взрослых. Екатерина Захарова, Валентина Верченко, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Пушистое и зеленое с запахом еловым. В Люберецком районе полным ходом идет установка главных символов Нового года – живых и искусственных елей. Наши корреспонденты отправились в рейд, чтобы выяснить, сколько зеленых красавиц будет установлено в городе до наступления 2013 года. Только в Люберцах до 22 декабря будет установлено 5 искусственных и 11 живых елей. Основными местами дислокации главных символов Нового года были выбраны площадь перед Дворцом культуры, территория комплекса «Ангел мира», Октябрьский проспект и прилегающая территория к администрации города. Установка начата 3 числа, а закончить весь монтаж полностью планируем в течение следующей недели. Три елки будут полностью установлены к 17 числу, это около администрации, здесь и закончим работы около центрального ДК. Ну и за три дня, четыре, планируем остальные две. В установке одной только ели, как правило, задействована целая рабочая бригада. В составе шесть человек, кран и автовышка. Весь монтажный процесс занимает 2-3 дня. Украшают новогодних красавиц электрическими гирляндами и праздничными шарами. Хочу поздравить всех наших люберчан с предстоящими праздниками, с наступлением Нового года 2013. Пожелать всем здоровья и счастья. Ну и, конечно, любоваться той красотой, которую мы сделаем для празднования Нового года, ну как бы с определенного расстояния. И чтобы это все было на празднике, все было красиво, все работало и радовало глаз жителей. Вот с такими праздничными поздравлениями и напутственными обращениями обратились сотрудники Объединенного комбината благоустройства Люберцы ко всем горожанам. Одним словом, любоваться можно, портить нельзя. Екатерина Захарова, Ольга Чуканова, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. И в продолжение темы. Не уберегли. Новогодняя елка, установленная перед Люберецким дворцом культуры, была испорчена группой неизвестных в ночь с субботы на воскресенье. Об этом на совещании у главы города Люберцы сообщил директор Объединенного комбината благоустройства Анатолий Суворов. Были варварски вырваны смесь крепления и похищены элементы хвойного оформления с этих елок, с нижних ярусов. Похищены и разбиты елочные украшения, порваны гирлянды. Я хочу попросить жителей города, располагающих какой-либо информации о случившемся, предоставить ее в органы правопорядка или в ОКБ. Стоит отметить, что уже утром понедельника силами Объединенного комбината благоустройства Люберцы начались работы по восстановлению новогодней красавицы. В свою очередь глава города Владимир Ружицкий дал поручение установить скрытые камеры видеонаблюдения в местах новогоднего отдыха люберчан, а также сформировать премиальный фонд для тех горожан, которые помогут поймать злоумышленников. Это, как правило, это же не залетные. Это люди, которые здесь ходят с нами, где-то в школу они ходят, с нами общаются, мило улыбаются, а вот вечерами либо ночью вот такие фокусы творят. Надо находить какую-то премиальную схему, обсудить. Руководство Объединенного комбината благоустройства направило заявление в органы правопорядка. Согласно 214-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, за порчу имущества в общественных местах предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет. Каток за лесем. С наступлением настоящих зимних холодов Люберецкий городской жилищный трест начал заливать катки. На радость всем любителям порезать лед. Все хоккейные коробки начнут свою работу уже в конце этой недели. В этом году у нас обустройство катков будет по 12 адресам. До 20-го числа по этим адресам должны быть катки у нас залиты. Вот с прошлой недели у нас как бы ведется эта работа. Обычный шланг, кран и горячая вода – вот и все искусство ледовара. Именно так когда-то называли заливщика льда на катках. Работа кропотливая и монотонная. Впрочем, найдутся желающие испортить и ее. В пятницу были залиты несколько катков. И сегодня пришли, и по этим адресам просто испорчены, как бы ямы сделаны. Бывает и такие вещи. Сотрудники Люберецкого городского жилищного треста убедительно просят не портить ледовое покрытие на катках. Ведь главное зимнее развлечение готовится на радость не взрослым вандалам, а маленьким Люберчанам. Вы смотрите программу «Итоги недели» и мы продолжаем эфир. Новоселы могут спать спокойно, работы идут полным ходом. В администрации состоялось очередное совещание по проблемам 7-8 микрорайона. По-прежнему говорили о строительстве социальных объектов и электроснабжении. Все подробности далее. Первый вопрос на совещании строительства социальных объектов. Руководитель администрации Люберецкого района Ирину Назареву интересовала, будет ли сдан в этом году детский сад. 59-й сад идет полным ходом, хотя вызывает опасения сети, которые наружные. Просто там еще много свай бить. Не знаю, успеют, не успеют. Много еще свай. Потом там ростверки, приступили к ростверкам. Ну все это там, дорогу надо перекладывать, там довольно серьезно. По вопросам освещения в 7-8 микрорайоне, по словам заместителя руководителя администрации города Люберца Алексея Передырка, волноваться не стоит. Здесь все идет по плану. Комсомольский проспект работать будет по схеме строительства в зимний период. А в январе месяце окончательный договор на постоянное подключение будет заключен в Асавтодор. Работы по подключению микрорайона к подстанции Руднево будут завершены к 24 декабря. Об этом доложил собравшимся представители группы компании ПИК Игорь Фессун. Сегодня, завтра мы получим последнее согласование центральных электрических сетей. До конца недели должны получить справку о выполнении технических условий, должны получить справку акта разграничения балансов и принадлежностей. Дальше мы заключаем договор с энергосбытом на отпуск электрической энергии. Впрочем, по словам гендиректора стройэлектросети Сергея Зелинского, жилые корпуса застрахованы от длительных перебоев с электроснабжением. Техническая возможность их подключения к Руднево в случае исчезновения питания со стороны 122-й подстанции есть уже сейчас. Такая операция, хоть и будет нештатной, но и займет не так много времени. Лилия Хайрулин, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Игорь Кахан и оставляет пост заместителя главы администрации города Люберца, министр правительства Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому аварийному жилью Александр Коган подписал приказ о назначении его на должность своего заместителя. Игорь Кахан и проработал в администрации Люберец ровно два года. Во время его работы был утвержден генеральный план развития города Люберца до 2035 года. Утверждена программа по реконструкции микрорайона 35G по улице Кирова с расселением семьи из ветхого жилого фонда. Проведены публичные слушания по реконструкции микрорайона 3, 3А и 1, 1А. Игорь Кахан и удостоен звания почетный строитель России, а также награжден знаками губернатора Московской области. Благодарю за труды и усердие, за полезные. Кто займет его место в городской администрации, пока неизвестно. Месяц назад в России завершилась кампания по уплате имущественных налогов. Однако есть и те, кому еще надо их заплатить. Специально для таких граждан 17-й межрайон и налоговая служба проводит акцию в Новый год без долгов. К сожалению, не все собственники жилых и нежилых помещений, земельных участков и автотранспортных средств заплатили свои налоги в срок. К сожалению, на сегодняшний день у нас есть граждане, которые не в полном объеме заплатили. Всего общая сумма начислений за текущий период направлен на уведомление на сумму практически 700 миллионов рублей. Уплатили порядка 500 миллионов. В случае, если налогоплательщик будет игнорировать налоговое уведомление и не платит имущественные налоги, межрайонная инспекция будет применять к нему все доступные по закону методы взыскания задолженности. Самые популярные и действенные из них – ограничения выезда за границу. Мы с вами находимся в преддверии новогодних каникул. И многие наши граждане хотят куда-то уехать, улететь. И очень неприятные казусы возникают в аэропорту, если есть ограничения на вылет из-за предела Российской Федерации, из-за, так сказать, налоговых проблем. Сотрудники межрайонной инспекции напоминают, что отсутствие задолженности по уплате налогов на дом, квартиру, машину и дачу снимает так называемый груз ответственности. Поэтому, если вы по каким-либо причинам не успели в срок заплатить имущественный налог, свою задолженность вы можете узнать на сайте налог.ру. За качеством воды в нашем районе вот уже почти 40 лет. Строго следят сотрудники лаборатории Люберецкого водоканала. Как это происходит на практике и какую воду пьют люберчане, узнала наша съемочная группа. Чтобы вода была безопасной, круглосуточно ведут мониторинг в химико-бактериологической лаборатории. Здесь знают, что состав воды, поступающей из артезианских скважин, может меняться. Например, в сторону незначительного увеличения солей железа или общей жесткости. Но главное, чтобы эта вода была безопасной. Поэтому за ее качеством специалисты следят на всех этапах подачи, начиная от скважин. А их в Люберецком водоканале 52. Подземные источники нашей артезианские скважины различных водоносных горизонтов, различных глубин не имеют бактериального загрязнения за счет проведения плановой работы по обеззараживанию воды. Особенно весной и осенью ужесточается контроль за качеством воды на всех отбираемых точках. Для того, чтобы не допустить бактериального загрязнения, воду дезинфицируют. В настоящее время мы используем менее безопасное вещество, дезинфицирующее гипохлорид натрия. По сравнению с хлорной известью. Потому что хлорная известь – это вещество, которое требует дополнительного применения, то есть соблюдения времени растворения. А гипохлорид, он используется в жидком виде, он имеет высокую активность. Особое внимание уделяется определению в воде уровня нефтепродуктов. Исключить на 100% возможность их попадания в почву, а затем в воду, невозможно. Хотя артезианские скважины герметичны, но мы под жестким контролем держим и содержание нефтепродуктов. Но, слава богу, на сегодняшний день в наших источниках нефтепродуктов не обнаружено. Это очень важно. Важен и жесткий контроль за содержанием в питьевой воде солей тяжелых металлов – свинца, кадмия, ртути. Если выявляется какое-либо загрязнение, сотрудники лаборатории оперативно информируют об этом диспетчерскую службу для принятия решения по ликвидации таких ситуаций. Да и от жителей различных вопросов поступает немало. Например, была проблема с качеством воды на так называемой северной стороне. Многие жалобы поступали, что вода имеет рожеватый оттенок. Это связано с тем, что артезианские скважины содержали и содержат большое количество железа. Сейчас мы немножко улучшили технологию подачи воды. В частности, увеличен процент смешивания Люберецкой воды с той, которая поступает из московского водовода. Планируется более частая промывка резервуаров, где собирается вода с артезианских скважин. Как отметила начальник лаборатории Светлана Боченкова, вся необходимая работа по улучшению качества воды, подаваемой жителям Люберецкого района, будет продолжаться. Алексей Адамов, Ирина Михайлова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Артезианская вода «Ключ здоровья» уже не первый год является фаворитом среди подобных продуктов на рынке питьевой воды в Люберцах. Производители тщательно продумали технологию ее обработки и поставки непосредственно в баки стационарных киосков, которые благодаря термоизоляции сохраняют температуру 6-8 градусов и не теряют полезных свойств. Здесь очень тщательный контроль за качеством воды на всех этапах и подготовке, и дальнейшей реализации данного продукта. Для того, чтобы следить за качеством воды, производители совместно со специалистами Роспотребнадзора разработали специальную программу лабораторного производственного контроля, которая включает в себя перечень показателей по исследованиям, периодичность и точки отбора анализа воды на разных этапах. Что касаемо этого лабораторного контроля, то он, как вы понимаете, достаточно строгий и соблюдается в соответствии с той периодичностью, которая прописана в санитарных правилах и в той программе производственного контроля, которая нами была согласована. Анализ воды производится на базе Центра гигиены и эпидемиологии, которая является аккредитованной и лицензионной организацией, выявляющей органолептические, микробиологические и санитарно-химические показатели данного продукта. Что касаемо вот этой воды, мы точно можем сказать, что информацию об этом продукте мы можем довести до потребителей не только с этикетки данной бутылки, но имея о ней уже более подробную информацию, так как мы имеем непосредственную часть в оценке качества данной продукции и о том производителе, который занимается производством данного продукта. На всех киосках, а их в районе более 20, вывешены так называемые протоколы оценки качества. Покупатели могут сами ознакомиться с официальными бумагами, расположенными на видных местах, хотя многим они уже не требуются, так как ключ здоровья они покупают постоянно. А вкусовые качества? Хорошие. А давно покупать? Ну, в принципе, да. Может быть, ну, год. Год? Довольно. Довольно очень даже. Все емкости и резервуары, которые применяются при производстве и реализации, сертифицированы, о чем свидетельствуют документы, имеющиеся у производителя после клинических испытаний, которые подтвердили качество оборудования для хранения и реализации воды. Вот эта вода, этот продукт, да, она в соответствии с квалификацией категории, качество этой воды, она подразделяется от качества на первую категорию и высшую категорию. Данный продукт, он относится к высшей категории, о чем свидетельствуют и сертификаты, которые имеются в производителе. Вот такой он, прошедший все исследования и испытания «Ключ здоровья». Хотите, пейте, хотите, умывайтесь, хотите, готовьте еду или используйте в гигиенических или медицинских целях. В любом случае, это будет всегда на благо вам и вашему здоровью. Михаил Мадро, Роман Шишкин, Люберецкое районное телевидение. Доброта объединяет. В гимназии номер 41 вручили ключи от квартир трём выпускникам Томилинской школы и интерната «Наш дом». Дружба двух учебных заведений началась пять лет назад, благодаря благотворительному проекту «Город мастеров». Сделанные руками гимназистов подделки позволяют им заработать средства для поддержки сирот, чтобы те смогли обустроить своё жильё. О том, как дружба и доброта помогают жить, в нашем следующем сюжете. Сначала бурные аплодисменты, затем торжественный приём в актовом зале. И всё это в адрес директора Томилинской школы-интерната «Наш дом» Галины Первеевой и выпускниц Марии Масловой, Анастасии Романовой и Марии Павловой. Они – виновники торжества, к которому основательно подготовился коллектив гимназии 41. Вручение ключей детям-сиротам в стенах этого учреждения в этом году проходит уже второй раз. За этот год уже четверо выпускников нашего дома получили квартиры. Это в этом, конечно, большая заслуга, как и областного правительства. Но прежде всего я хочу сказать, что с приходом Владимира Петровича, нашего главы, это стало у нас нормализоваться. За два года гимназисты заработали порядка 400 тысяч рублей. Эти деньги пошли на обустройство квартир для детей, оставшихся без родителей. Такое начинание поддержали не только руководители города и района, но и предприниматели и депутаты. Программа обеспечения жильем выпускников специализированных учреждений и детей, находящихся под опекой, заработала в 2006 году. И с тех пор, благодаря правительству Московской области, 35 молодых люберчан справили новоселье. В этом году нам было выделено средство на приобретение всего лишь трех квартир. Но в связи с тем, что Люберецкий район выполнил поставленную задачу в короткие сроки, правительство области забрали средства у тех районов, которые не справились с поставленной задачей. И у нас стало возможным приобрести квартиры, вот сегодняшние три квартиры, которые мы будем вручать. Поэтому Люберецкий район, скажем так, выполнил поставленную задачу, и сегодня наши именинницы получат ключи от своих квартир. Нам это очень приятно. Девочки были взволнованы и смущались от такого внимания. Благодарили всех, кто помогал им. В числе тех, кто оказал помощь детям, был и депутат Совета депутатов города Люберца Мамед Азизов. Он постоянно участвует в благотворительных акциях гимназистов. А 41-я гимназия взяла и решила маленькие, ну, необходимые троим детям вопросы. Понимаете, если мы в России просто приблизимся к каждому человечку, к каждой сироте, и внесем свою маленькую лепту, и не надо будет отдавать ни американцам, ни финнам, никому. Директор гимназии номер 41 Аркадий Маркаров вручил новоселам сертификаты на приобретение бытовой техники. Такие подарки весьма кстати к Новому году и пригодятся молодым хозяйкам. Екатерина Захарова, Валентина Верченко, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Вы смотрите программу «Итоги недели» и мы продолжаем эфир. Чудо для тех, кто в него действительно верит. Постояльцы детской городской больницы получили сладкие новогодние подарки из рук Снегурочки и Деда Мороза. С организацией праздничного мероприятия сказочным персонажем помогли глава города Люберца Владимир Ужицкий и первый заместитель исполняющего обязанности губернатора Московской области Лидии Антонова. Все подробности далее. Уютная обстановка, приятная спокойная музыка и герои любимых сказок. Кажется, что благодаря проведению недавнего ремонта здесь сделано все для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя в больничных палатах как дома. Так получилось, что мы в последние годы занимаемся очень плотно бюджетной сферой, именно образованием, медициной. Мы находимся в федеральных программах модернизации здравоохранения, модернизации образования. И в частности, именно в эту детскую больницу вложены сотни миллионов рублей в ремонты, в закупку нового оборудования. Здесь, кто бывал в этой больнице два года назад, и то, что сегодня, это две большие разницы. Оценить ремонт, проведенный здесь недавно в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения, вместе с главой города и района Владимиром Ружицким, приехала и первый заместитель исполняющего обязанности губернатора Московской области Лидия Антонова. К маленьким пациентам больницы почетные гости пришли не с пустыми руками. Бери, пожалуйста. Да, да, пожалуйста, бери. Спасибо. Давайте, девчонки. Спасибо. Это всем достанется. Сегодня у нас такой день, когда мы первый день вручаем подарки губернатору области, руководителю области Андрею Юрьевичу Воробьеву нашим детям. Всего заготовлено 32 400 подарков. Это такая большая цифра. Это подарки, которые направляются в муниципальное образование во все, во все детские дома, школы, интернаты. В том числе, безусловно, мы решили, что первыми должны их получить те детки, которые, к сожалению, находятся в эти дни в больницах. Ну и, конечно, любимый новогодний праздник, даже если он проходит в больнице, не обходится без любимых сказочных персонажей. Маленькие пациенты клиники вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хороводы, пели песни и рассказывали стихи. Пусть даже завтра этим ребятам опять предстоит продолжить лечение. Зато сегодня они смеются, радуются жизни и по-настоящему искренне верят в чудо. Ольга Чукан, Валик Лобанов, Люберецкая районная телевидение. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Это правило знает и помнит каждый человек, который родился и вырос в Советском Союзе. Удивительно, но оно актуально и по сей день. Наши корреспонденты отправились в центральную городскую молочную кухню, чтобы выяснить, достаточно ли количество кисломолочной продукции получают самые маленькие люберчане. В соответствии с нормативными актами беременные, кормящие женщины, а также дети в возрасте до трех лет, имеющие постоянную регистрацию в Любицах, получают бесплатное питание. Выдача его производится на молочно-раздаточных пунктах, чаще именуемых просто молочными кухнями, которых сегодня в городе четыре. В нашем городе находятся четыре раздаточных пункта. На северной стороне по адресу улиц воинов-интернационалистов, дом 21, на Парковой улице, Парковая 4, на Смирновской в центре нашего города, Смирновская 6 и Октябрьский 380Ж при центральной молочной кухне, раздаточный пункт. Для того, чтобы получить бесплатное детское питание, не нужно совершать никаких подвигов. При первом же посещении участкового педиатра врач сам выписывает рецепт на молочную кухню. Беременные девушки подобное направление получают в женской консультации. Исходя из этих позиций, значит, для каждого возраста определенный набор питания, учитывая денежную дотационную сумму, куда входят и молочно-кислые, и сухие смеси, молочко, творожок, кефирчик, творожочек и классический, простой, и с фруктами, фруктовое пюре. Забрать молочную продукцию на специализированных пунктах выдачи можно каждый понедельник и вторник для удобства беременных женщин, которые работают, кухня открыта и воскресный день. Сегодня получают бесплатное детское питание более 8 тысяч маленьких люберчан. Именно для них сюда ежедневно привозят порядка 10 миллионов индивидуальных порций кисломолочной продукции. Лилия Хайрулина, Ольга Чуканова, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Вы смотрите программу «Итоги недели» и мы продолжаем эфир. Старейшая Люберецкая гимназия номер один отпраздновала свой очередной юбилей. Ей исполнилось 95 лет. В честь такого события в Люберецком дворце культуры прошел праздничный концерт, организованный учителями и воспитанниками общеобразовательного учреждения. Побывала на торжестве и наша съемочная группа. В зале аншлаг, а на сцене приятные сюрпризы. Под свет прожекторов выходят три поколения люберчан, чья судьба связана с первой гимназией. Это представители семьи Ерещенко. Бабушка Наталья окончила образовательное учреждение в далеком 73 году прошлого века. Ее дочь Надежда в 95-м, а внучка сейчас учится в 4-м классе. Именно ей поручили открыть праздничный вечер с символичным 95-м звонком на урок. В зале много пожилых люберчан. Когда-то они работали учителями в гимназии, а теперь на заслуженном отдыхе. Самые теплые слова адресованы именно им. Нашим пенсионерам я желаю крепкого здоровья, счастья, побольше радости в жизни. Мы вас помним и любим. И низкий вам поклон от всех от нас, наши дорогие учителя-ветераны. Поздравляю вас с гимназией. В ходе вечера на экране показывали исторические моменты из жизни первой гимназии, которая была создана в далеком революционном 17-м году по инициативе Рабочего комитета завода имени Ухтомского. Тогда двухэтажный деревянный барак располагался на пересечении Звуковой улицы и Октябрьского проспекта, а среди обучающихся всего 20 учеников. И лишь спустя почти два десятилетия в 1936 году было построено четырехэтажное здание, которое и сейчас верой и правдой служит в деле успешного обучения юных люберчан. Уважаемые мои, дорогие, разрешите еще раз вас поздравить с юбилеем школы, пожелать вам еще раз крепкого здоровья, успехов. И надеюсь, те выпускники, на которых вы возлагаете надежды, будет возвращаться в ваш коллектив и достойно представлять учительскую когорту в школе номер один. Сегодня в гимназии обучается более 700 учеников, работает 59 педагогов, 80% которых имеют высшую и первую в квалификационные категории. А это, несомненно, влияет на конечный результат, о чем сами за себя говорят в цифрах. 98% выпускников поступают в высшие учебные заведения Москвы и Подмосковья. Ни одна школа, по-моему, здесь, в Люберецком районе, еще не отмечала такого юбилея. Но ваша школа или гимназия и носит номер один. Это ко многому обязывает. Это коллектив должен быть номер один, самые лучшие педагоги. Я думаю, что за 95 лет педагогическим коллективом было выращено и выпущено столько замечательных и добрых, хороших людей. Некоторые вошли даже в историю. Говорилось на юбилее и о проблемах гимназии. Среди которых на первом месте стоит перенаселенность и дефицит площадей, насущная потребность в отдельном здании для начальной школы, а также недостаточное материально-техническое оснащение школы. Представители районной администрации пообещали, что по мере сил и возможностей будут решать эти вопросы. Алексей Адамов, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. В культурно-досуговом центре «Союз» поселка Малаховка прошел праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине со дня образования 46-й гимназии. За несколько десятилетий из его стен вышло немало знаменитых выпускников. Среди них поэт-песенник Николай Добронравов и первый заместитель председателя правительства Московской области Лидия Антонова. Подробности юбилея в нашем следующем сюжете. В концертном зале «Союз» поселка Малаховка не протолкнутся от обилия гостей. На сцене почетные гости, в зале ветераны образования, учителя и воспитанники 46-й гимназии. В частности, в гости на юбилей приехала бывшая министра образования Подмосковья, назначенная месяц назад первым заместителем председателя областного правительства Лидия Антонова. Вы знаете, я думаю, что тот человек, который с вами пришел на юбилей, тот, который работал много лет в этой школе, он пришел с особым чувством. Вся жизнь этого человека, наших дорогих ветеранов, которых я очень люблю и вижу в этом зале, связана с этой школой, с этой гимназией. И то, что мы, выпускники гимназии, стали хорошими людьми, хорошими специалистами, стали любящими мамами и папами, а уже и бабушками, и кинушками, это заслуга вас, тех, кто нас учил. Выпускники первой гимназии становились членами Союза писателей, артистами, докторами наук и профессорами, журналистами, врачами, преподавателями вузов и школ. Особая страница в истории гимназии – военные годы. Выпускники 41-го года, сменив праздничные наряды на военную форму, практически все погибли, защищая Родину. Те, кто учился в этих стенах, они всегда знали, о том, что получат хорошее образование. Они всегда знали, что здесь царит доброта и уют. Они прекрасно знали, что это традиции, которые были заложены в 1937 году. 46-я гимназия входит в состав ассоциированных школ ЮНЕСКО. Здесь работает Союз гимназистов, выпускается школьная газета, работает школьное лесничество, поддерживаются связи с Юзинским войсковым центром и Советом ветеранов. Я всегда с чистой душой, с большой любовью отношусь к гимназии номер 46. Мне хочется поздравить весь коллектив, всех ветеранов, быть таким замечательным юбилеем, пожелать здоровья, добра, благополучия. Праздничный вечер, посвященный юбилею 46-й гимназии, шел более трех часов. За это время в концертный зал «Союз» поселка Малаховка не переставали приезжать многочисленные гости с цветами и подарками. Алексей Адамов, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Под звуки нестареющих сердец. На днях в библиотеке «Диалог» клуб «Горячие сердца» провел очередной творческий вечер. В этот раз в центре внимания была поэт, член творческого объединения композиторов и Союза писателей России Людмила Чугунова. С творчеством «Люберчанки» познакомилась и наша съемочная группа. Людмила Чугунова пишет стихи с детства, но ровно 10 лет назад она занялась этим профессионально благодаря одному люберецкому поэту, с которым встретилась в библиотеке имени Сергея Есенина. Так случилось, что я пишу, увлекаюсь стилистикой русской песни, пишу напевные мелодии, мелодичные, и пишу лирические песни на стихи московских поэтов, люберецких поэтов, и также романсы пишу, и даже на стихи классиков. Совсем недавно такой творческий вечер прошел в той самой библиотеке имени Сергея Есенина, где, как и в тот день, своим поклонникам она представила свой новый сборник стихов «Совет да любовь». Уже много лет в каждом стихотворении Людмилы Андреевны можно увидеть что-то из жизни самой писательницы. Вот одно из самых любимых. Почему мне в мамин день снятся вишни и плетень? Вот тропинка, дом с колецом, две березы под окном. Здесь уюта, тишина, из окна луна видна. Я иду к порогу прямо, и меня встречает мама. Как и прежде молодая, мне нужна она любая. Мягкий голос, легкий смех, утешение для всех. Обнимая ее крепко, я как маленькая детка. От любви моя душа над нами кружит не спеша. Но в поселке уже вечер, обе ждали этой встречи. Сладкий сон мне снится, ему уже не сбыться. Стихи о родном городе Людмилы Чугуновой можно услышать на Люберецком радио. Также о новых сборниках, романсах и песнях ее слушатели узнают из таких творческих встреч, где в кругу друзей, в абсолютно домашней обстановке поэт и композитор делятся своими достижениями. Ее творчество – это вот бальзам на душу. Она сама по себе очень позитивный человек, от нее просто от нее самой поднимается настроение. А уже не говоря о музыке, о стихах, у меня есть любимые вещи, вот даже уже конкретно, которые она исполняет. Очень душевно, лирично, позитивно, прекрасно. Вот так на протяжении уже нескольких лет, не стареющие ни сердцем, ни душой, а лишь полные вдохновения, в библиотеке «Диалог» собираются люди, которые готовы поделиться своим творческим опытом и новыми успехами. Екатерина Захарова, Лилия Хайрулина, Роман Шишкин, Люберецкое районное телевидение. Вы смотрите программу «Итоги недели», и мы продолжаем эфир. В морозные декабрьские дни маленькие люберчане ждут чуда. В библиотеке имени Сергея Есенина прошла встреча детей младшего возраста с главными новогодними персонажами – Снегурочкой и Дедом Морозом. В атмосферу настоящей зимней сказки окунулась и Ольга Чуканова. Я – Снегурочка, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, мои хорошие! Прежде чем перед ребятами появилась настоящая Снегурочка, в одном из залов Центральной городской библиотеки имени Сергея Есенина на протяжении получаса разгорались настоящие страсти. Сбить с толку учеников первых классов Люберецкой гимназии номер один пытался другой сказочный персонаж. Я – Снегурочка! Стройная фигурочка! Вот так началась первая встреча любимых новогодних героев с самыми маленькими жителями города Люберцы. Всего до наступления 2013 года в Центральной библиотеке имени Есенина пройдет четыре подобных праздника. Ну вот вы видели, наверное, ребята получили море удовольствия, потому что артисты, которые сегодня у нас в гостях, сумели разбудить у них кто-то. Хотела бы обратить ваше внимание, вы знаете, вот мероприятие мероприятием, но нам пришла в голову такая мысль в этом году оформить выставку «Игрушки нашего детства». И мы не ожидали такую реакцию ни детей. Дети посмотрели, отошли, а взрослых людей, они не отходят от этой выставки, потому что, наверное, она в них пробуждает воспоминания о тех ёлках, которые были в их детстве. Ученице первого класса Кате Лебедевой больше всего понравилась праздничная атмосфера, царящая здесь. Радостно там, весело, все танцуют, поют, прыгают. Я написал письмо Деду Морозу, я сказал себе электрическую собачку на платке. Одним словом, здесь в Доме книг в канун Нового года каждый может найти для себя что-то интересное, окунуться в атмосферу предстоящего праздника и узнать много нового. Ольга Чуканова, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. И к новостям спорта. Во дворце спорта «Триумф» прошел праздничный концерт, приуроченный к юбилею спорткомитета Люберецкого района, который отметил 75 лет со дня своего основания. На мероприятие пригласили легендарных спортсменов, а также популярные российские группы. Подробности далее. Районный спорткомитет начал свою историю в середине 20-х годов прошлого столетия, когда в Ухтомском уезде начали строить фабрично-заводские и спортивные сельские сооружения. Сегодня люберецкие спортсмены достойно защищают честь города, района и страны в областных, всероссийских и международных соревнованиях в различных дисциплинах. И именно люберецкие атлеты являются основоположниками культуризма в нашей стране. В 86-м году движение культуристов «Любера» вышло на масштабный уровень и стало всесоюзным движением. Я хочу поздравить весь Люберецкий район с таким, наверное, юбилеем. 75 лет – это время, наверное, подвести какие-то итоги. Сегодняшний праздник – это демонстрация того, что Люберецкий район живет. Посмотрите, сколько детей в зале. Это говорит о том, что преимущество с поколением существует и надеюсь, что спорт в Люберецком районе только будет развиваться. А мы от лица министерства сделаем все для того, чтобы здесь было больше олимпийских чемпионов, больше чемпионов мира, которые будут прославлять нашу московскую область. Люберецкий спорт известен в области, стране и мире благодаря футболу, боксу, греко-римской борьбе, восточным единоборствам, художественной гимнастике и фигурному катанию. В частности, Люберецкий футбол воспитал Николая Морозова, Валерия Гладилина, Сергея Силкина, Алексея Петрушина, Юрия Сухова. Бокс как массовый вид единоборства подготовил более 100 мастеров спорта, среди которых Юрий Капитонов и Владимир Кузин, Сергей Бойко и Максим Игнатьев. Особой популярностью в районе пользуется греко-римская борьба. В свое время в нашей школе работали и тренировались олимпийские чемпионы Шамиль Хисамуддинов и Борис Гуревич. Хотел бы выразить признательность всем спортсменам, их тренерам, за их неуемный радный труд, за их мастерство, самоотверженность. И, конечно же, за непредалимую волю победы в этот день. Желаю всем спортсменам здоровья, счастья и, конечно же, новых спортивных успехов. Наряду с высшими спортивными достижениями в Люберцах развивается и массовый спорт. Организованными формами физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий охвачено более 35 тысяч человек. В районе работает около 300 специалистов физической культуры и спорта. Функционируют 17 федераций и ассоциации по различным видам спорта. 75 лет в Люберецком районе есть организация, которая заботится о развитии спорта. Перед нами стоят серьезные задачи. Поэтому от всех вас давайте поздравим наш комитет по спорту с замечательным праздником, с замечательным юбилеем, с 70-летием, с праздником. На торжественной церемонии награждения спортивным работникам и ветеранам спорта Люберецкого района были вручены районные и областные награды. В концертной программе выступали творческие, танцевальные и хореографические коллективы Люберецкого района, а также популярные российские исполнители и группы. В финале юбилейного праздника была разыграна спортивная лотерея. Михаил Мадро, Алексей Адамов, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. За три месяца работы результат удовлетворительный. Главный тренер баскетбольной команды «Триумф» Василий Карасев подвел итоги уходящего года и назвал лучших игроков. Подробности далее. Баскетбольный клуб «Триумф» начал этот сезон с хороших результатов. Игроки вышли в следующий этап Еврокубка, при этом не проиграв ни одного матча. Неудачно складывается лишь турнирная таблица ВТБ, где люберчане занимают седьмую строчку. Можно сказать, в силу чего. Мы проиграли 3-4 игры где-то по очку, где-то, может, не хватило везения, где-то, конечно, не хватило, наверное, мастерства и опыта. Все-таки у нас довольно-таки молодая команда. И те же иностранцы у нас, молодые ребята. Баскетбольная команда «Триумф», в составе которой практически одна молодежь, по оценкам главного тренера, показывает достойные результаты. Поэтому и выделить лучшего сложно. Тут, конечно, Карасев и Валиев, сложно их назвать, наверное, молодежью какой-то. Был очень хороший отрезок у Лазарева, может быть, в план опять какой-то молодости. Пока, наверное, сложно долгое промежуток времени находиться на каком-то высоком уровне. Очень рад за Кулагина. Последние игры сейчас Михровск хорошо сыграл. На каждой игре ребята стараются выкладываться по полной программе. Одним из таких был матч, когда люберчане одержали победу над Питером, Лиманом и Вэфом. А из выездных можно отметить игру с немцами, где играла одна молодежь без лидеров «Триумфа». И оправдала надежды тренера и привезла победу домой. Мы должны играть под защиту, потому что все-таки, наверное, на данный момент, пока класса какого-то в нападении не хватает игрокам. И самое главное – играть и выкладываться на 100%. Сейчас баскетболисты «Триумфа» готовятся к встрече казанского уникса. Ребята проведут последний матч в этом году, 21 декабря, но уже 6 января в 18.00. Все болельщики смогут вновь насладиться настоящим баскетболом. В этот день на домашнем паркете люберчане примут игроков в Эфа из Латвии. Лилия Хайрульна, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. В спортивном комплексе «Спартак» прошел открытый чемпионат по боксу Люберецкого района, посвященный очередной годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в 1941 году. Бои на ринге продолжались в течение трех дней и доставили настоящее удовольствие любителям этого вида спорта. Подробности у наших корреспондентов. Открытие чемпионата, в котором участвовали более ста спортсменов разных возрастов, было по-настоящему торжественным. Спортсменам представили судей, которым предстояла трудная работа в течение трех дней проведения боев. Затем почетные гости ветерана Великой Отечественной войны и спорта отправились к памятнику защитникам Отечества с традиционной миссией возложения цветов. Оценивать поединки и принимать главное решение было доверено заслуженному тренеру России, мастеру спорта Советского Союза Александру Щедеркину. Я с 1965 года здесь работаю. Выполнение в нашей школе больше ста мастеров спорта. Четыре категории у нас здесь маленькие. 1999 год и выше взрослые. Вот завтра будут взрослые участвовать. В чемпионате приняли участие спортсмены из различных регионов России в возрасте от 8 до 18 лет. Участники трехдневного чемпионата показали все свое мастерство, отстаивая честь своих родных городов и боксерских школ. Победители турнира, кроме призов и подарков, получили первые спортивные разряды. Михаил Мадро, Роман Шишкин, Люберецкое районное телевидение. 12 и 13 декабря в специализированной детско-юнической спортивной школе прошло первенство Люберецкого района по троебориуме среди школьников 2000 и 2001 года рождения. На мероприятие побывали и наши корреспонденты. Соревнования входят в спартакиаду школьников Люберецкого района и являются плановыми. В календаре спортивных мероприятий они проходят под эгидой «Спорт. Альтернатива вредным привычкам». Более 350 детей из 30 школ посетили за эти два дня спортивный зал школы Олимпийского резерва, участвуя в соревнованиях, которые имеют всероссийский рейтинг. И они пользуются очень большой популярностью, это по-моему здесь видно, что ребята участвуют, ребята участвуют с удовольствием, независимо от того, кто хуже, кто лучше, но все получают заряд бодрости и здоровья. Среди видов троеборья бег на 30 метров, прыжки в длину или высоту, а также эстафета на 500 метров для девушек и на 600 для юношей. Несмотря на большое количество участников, тренерский состав прекрасно справился с проведением мероприятия, совпавшим с большим праздником, который прошел в этот день во дворце спорта «Триумф». Показательно, что эти соревнования у нас как раз сегодня празднуются буквально через час 20 в «Триумфе» юбилей спорткомитета Люберецкого района. Ну и мы здесь, на боевом посту, постараемся успеть. Прежде чем выступать на соревнованиях районного уровня, ребята боролись за призовые места в отборочных спортивных мероприятиях, которые проходили внутри каждой школы. Поэтому во время этих состязаний юные спортсмены чувствовали себя свободно, сумели побороть свой страх перед подготовленными соперниками и показали судим хороший результат. Пробежали мы, ну, отлично. Вот сейчас у нас указывает прыжок в длину и 500 метров. Вот прыжки в длину, очень волнуемся, что не получится. Да. Когда приехали, очень волновались, конечно. Сейчас уже все нормально. Вот осталось. Вы были хорошие? Ну да. Последним этапом соревнования стала эстафета. По словам спортсменов, здесь необходима не только физическая подготовка, но и сила воли, которая помогает обрести второе дыхание на последних метрах состязания. Древние греки говорили, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть умным – бегай. Ребята, конечно же, этого не знают. Они просто бегут. Бегут за своим счастьем, за своей свободой, за своей мечтой. Михаил Мадро, Роман Шишкин, Люберецкое районное телевидение. А ну-ка, парни! Соревнования под таким названием, которые когда-то были очень популярны, решили возродить в Люберецком районе. В военно-патриотическом центре в деревне Вялке восемь команд из разных муниципальных образований Подмосковья вышли на старт, чтобы доказать, что настоящим мужчинам не страшны ни трудности, ни морозы. За ходом соревнований наблюдала и наша съемочная группа. В этом строю и участники военно-патриотических клубов Подмосковья, и представители Федеральной службы охраны, МОСОБУЛПОШ-СПАСА и те, кто проходит в настоящее время службу в армии. Даю команду налево. По местам проведения предприятия им шагом марш. Площадка для проведения конкурса была выбрана не случайно. Именно руководство офицерского собрания обратилось к правительству Московской области с просьбой возродить забытые соревнования среди молодежи. И идею поддержали. Сегодня у нас участвует, будем говорить, пока не совсем много команд. Восемь команд. Каждая команда в своем составе имеет десять настоящих парней. Это уже восемь человек. А восемь человек – это сила, которая проявит себя здесь и покажет всем остальным, что этим заниматься нужно. И вот эта идея имеет право на существование. Не только имеет право на существование, но еще и на развитие этой идеи. Силовой экстрим, скалолазание, полоса препятствий. Борьба за победу кипела на каждом участке, где проходили соревнования. Такое любимое мужское занятие, как перетягивание каната, также вызвало немало эмоций у его участников. Команда готова! И... Раз! 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 При таком морозе дышать нужно чаще и правильно. Поэтому инструкторы постоянно дают команды участникам соревнований не забывать об этом. Представители команды воинской части Зюзина вошли в тройку сильнейших силовых видов спорта. В офицерском собрании они частые гости. Приезжают сюда каждый месяц, чтобы потренироваться. На соревновании приподнятое постоянно. Выезжаем из части. Очень счастливы, что нас сюда приглашают, что мы здесь участвуем. Еще, кроме где, в своей воинской части. Очень интересно. Очень интересно соревнования. Соревнования «А ну-ка, парни» длились 6 часов. Организаторы уже весной намерены провести подобные соревнования среди женщин. Ольга Чуканова, Валентина Верченко, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. И это все, чем запомнилось минувшей недели. В воскресенье в 8 вечера не пропустите программу «Русская песня». А новый информационный выпуск выйдет в эфир в понедельник в 20.00. Обращаем ваше внимание на то, что 27 декабря на нашем телеканале состоится прямой эфир с главой Люберецкого района и города Люберца Владимиром Ружицким. Свои вопросы вы можете задавать заранее по телефонам редакции 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. А также присылать на электронную почту lubertv-sobakalist.ru. В студии была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова